Доброго денёчка всем! Я сегодня вам покажу некую историю. История необыкновенного развития растения. Иногда я не понимаю, что хочет от меня эта орхидея. Как вот купила я её в глубокой задумчивости, так по сей день. И я не понимаю, что происходит с этой орхидеей. Почему в глубокой задумчивости? При покупке этой орхидеи у неё было два цветоноса. Два цветоноса совершенно нестандартного цветения. Цветение одного цветоноса совершенно не было похоже на цветение рядом располагающегося цветоноса. Посмотрите, как выглядела орхидея в момент покупки. Очень интересно. Располовиненные цветы. Цветы располовиненные, где одна половина плотно покрыта кляксами, тёмными перьями, тёмными мазками. А вторая половина практически светлая. В тот момент я предполагала, что, возможно, эта орхидея будет называться «пурпурный дождь». По генетической особенности орхидея «пурпурный дождь» развивается следующим образом. Вот она, орхидея «пурпурный дождь» с богатым-богатым цветоносом. Это один цветонос, цветущий на множество ответвлений. И вот, посмотрите, очень повторяющийся стволик, повторяющийся контур листьев, перевёрнутая своеобразная ёлочка, множественные воздушные корни, которые появляются практически у точки роста и расползаются по всему окружающему эту орхидею пространству. Вот, посмотрите, видите? Генетическая особенность, стиль произрастания очень-очень схож. Ну и, собственно, поэтому я предполагала, что орхидея, которая была куплена в нестандартном цветении, всё-таки является какой-то мутацией орхидеи «пурпурный дождь». Вот, посмотрите, вот на этот кустик, да? Практически такая же перевёрнутая ёлочка. Такие же корни, которые растут практически рядом с точкой роста. Видите, какая красота, да? Ну, а при первом домашнем цветении эта орхидея дала необыкновенный цветонос. Цветонос, который влюбил меня и вас окончательно, быстро и бесповоротно. Как же она цвела! И мы вместе поняли, что всё-таки где-то, может быть, в прародителях этой орхидеи находится сорт, один из сортов, и этот сорт – «пурпурный дождь». Но, наблюдая за тем цветением, которое было на этой орхидеи, мы с вами поняли. Многие мне написали, Ирина, это орхидея «спарклин моменс». Ой, это искрящие моменты! Орхидея бесконечно красивая! Вместе с вами мы пересадили эту орхидею из горшка D12, представьте, вот в такой трёхлитровый сосуд, закрытая система посадки, без дренажных отверстий. Почему же, вы спросите, у меня из маленького горшка D12 мы пересаживали эту орхидею в такой большой закрытый объём? Потому что на момент пересадки вот это вот, вот это всё нужно было как-то разместить в грунт. И у меня это получилось. Вот сейчас вы видите, как вот эти корни, которые находились во время пересадки, вот в этом уровне стволика, как я их аккуратненько увлажняла и опускала в посадку. с этой стороны, ну и вот с этой стороны. Вот здесь вот корешочки я направляла в грунт. Но вот эти воздушные корни, которые сейчас на ней, опять-таки развились, смотрите, сколько их. Это косы. Я сейчас корни просто доставала из горшков рядом стоящих орхидей. Вы посмотрите, что творит. Эта красавица, она вечно столуется в горшках у соседних орхидей, которые рядом с ней стоят. Вот смотрите, видите? Тут даже с грунтом корень пришлось выдрать из соседнего горшка. Дошла практически туда, до самого низа. Я не смогла достать этот корешок, пришлось оторвать. Ну, для того, чтобы хотя бы как-то снять из стеллажа, протереть листочки, да и пока сняла, покажу вам. После того, как я её пересадила в это кашпо закрытое, укоренившись, дала обалденный цветонос. Цвела восхитительно. Сейчас я стала увлекаться фотографиями моих орхидей, красивого цветения. Раньше я снимала только видео. И когда мне просят Ирина, поставьте фотографии, девчонки, я вот просто, как я ругаю себя за то, что в тот момент я не снимала именно фотографии, не делала фотосъёмку. Если я найду фотографию, даже, вот знаете, найти стоп-кадр на видео публикации по цветению этой орхидеи, ну, невозможно, у меня снято почти 1600 видео на канале. И найти, я думаю, что составит, ну, большого труда, поэтому я не буду это делать. Но я вас могу успокоить. Вы видите гуся, который торчит вот здесь, о нём чуть-чуть попозже. Это просто трындец. Это трындец. Цветонос, который пышно цвёл предыдущим цветением два года назад, располагается вот в этой пазухе. Она всегда, когда отсветёт, скинет последние цветы, где-то у неё уходит около месяца, полутора месяцев, для того, чтобы засушить цветущий цветонос. Она никогда у себя в области пазух не оставляет вот эти вот длинные, голые, зелёные цветоносы без цветов. Она сразу всегда их засушивает. Вот видите? Вот он, вот он. Внизу там у меня вот он цветонос. То есть она цвела много-много раз. После пересадки тоже достаточно быстро зацвела, укоренившись. Давайте я вам покажу, как она в посадке развивается. Посмотрите, как у неё мох развивается в посадке. Обалденно! У нас тут засеялся вот такой саженец. Сама засеялся. С каким-то растением принесла, с какой-то орхидеей. А он стреляется с семенами и вот так вот разрастается, расползается по горшкам. Давайте смотреть, как она себя замечательно чувствует. И вот разве вы скажете, что эта орхидея даёт воздушные корни, потому что корням этой орхидеи не нравится в посадке? Нет, конечно! Об этом никогда сказать нельзя. Корневая система просто кайфует в посадке у этой орхидеи. Посмотрите, какая красота! Я вам всегда говорю, наблюдайте за растениями. Если вы видите, что в горшках у ваших орхидей отличная корневая система, но вы при этом видите много воздушных корней, расползающихся в пространстве, которые имеют вот такие наполненные, не сплющенные сосудики, значит, это генетическая особенность растения. Это не значит, что ваша орхидея убегает корнями из посадки. Нет! У орхидеи как наверху, вот в этой вот пристволовой верхней зоне, так и в зоне корней всё очень-очень хорошо. Эта орхидея отсвела цветоносиком два с половиной года назад вот этим, которые она засушила, и всё. И эта орхидея ушла в глубокую дремоту, которая сопровождалась отсутствием цветения. Она наросла очень-очень сильно за эти два года. Вот за эти два года она приросла, посмотрите, сколькими парами листьев. Вот так, вот это не плохо, это всё очень-очень хорошо. Вот такая особенность здесь, может быть, какой-то был дефицит по фосфору. Здесь, знаете, вот если разбираться по каждому пятнышку, которое покрывает листочки этой достаточно взрослой старой орхидеи, никакого времени не хватит. Я вижу по состоянию растения, что она восхитительно себя чувствует. Нижние листочки вот она отсушивает, это тоже абсолютно нормально. Это листики ещё покупные. Растение у меня находится в коллекции около пяти лет, даже, может быть, по-моему, чуть побольше. И вот два с половиной года эта орхидея не цвела. Я спрашивала, что тебе надо старче. Ты когда у меня зацветёшь, у тебя же всё прекрасно. Когда мне говорят, Ирин, да у вас, наверное, вот не цветут какие-то орхидеи, наверное, они жируют. Девчонки, вы знаете, я бы не стала однозначно говорить по поводу того, что те растения, которые не цветут какое-то длительное время, там два, два с половиной года, иногда три, это значит они жируют. Я считаю, что нет такого понятия в отношении моих орхидей. Почему? Потому что все орхидеи, рядом стоящие с этой орхидеей, имеют аналогичный уход. Все подкормки у этих орхидей происходят относительно тех периодов, в которых находятся орхидеи, рядом растущие с этой орхидейки. В принципе, у всех наших орхидей совпадают периоды роста и цветения. Высокий активный период цветения начинается это вызревание цветочных почек конец августа, сентябрь, октябрь. Потом они проклевываются, потом начинают появляться цветоносы, вызревают цветоносы, где-то ноябрю, декабрю у нас с вами орхидеи зацветают прекрасными пышными шапками. Эта орхидея получала одинаковые подкормки, равно такие же, какие получали орхидеи, рядом растущие с ней. Я не могу сказать, что она жировала. Нет! Все всегда относительно того периода, в котором находятся наши с вами орхидеи. Все цветут, а эта Казямба-Мазямба вообще не собиралась цветы. И как вы думаете, где я у нее цветонос искала в этом высоком периоде, начале этого высокого периода цветения? Конечно, я его искала вот здесь. Ну, ладно, думаю, ты дала мне последний цветонос, пропустим два года, каждая пазуха считает год и год. Думаю, вот тут она или вот тут она мне даст цветонос. Да фиг вам! Смотрите, где она мне дала цветонос. Я в шоке! это ужас! Когда я увидела, вначале мне показалось, как обычно, вечером подхожу к орхидеям, чтобы что-нибудь в них распознать, что-нибудь новенькое найти, и когда я увидела, что там что-то проклюнулось, я чуть не грохнулась со стула, на котором я стояла. Думаю, неужели цветонос с точки роста? Нет! Нет! Кричу, не надо мне! Ты же красавица такая! Я тебя потом не куплю! Дубля купить этой орхидеи под названием Искрящий момент просто невозможно! Их нигде давно нет! Вот единожды я купила эту орхидею на 8 марта. Она меня восхитила! 5 с лишним лет назад. Вот по сей день мы вот таким вот образом мало того, что давали многочисленные мутации по цветам, у нее каждый цветочек не похож на соседний. У нее цветы невероятно красивые. Вот такая прорисовка, как будто бы крупными масляными мазками цветет эта орхидея. И потом, когда стал возревать этот цветоносик и дальше расти, я увидела Господи! Думаю, ладно! Из точки роста рядышком торчит листочек. Думаю, слава Богу! Не точка роста! Эта орхидея вот это вот что называется получить ушатом по башке. Ой! Ну, я теперь, конечно, вот всему тому, что я вижу, рада, что эта орхидея не закрыла себя цветоносом из точки роста. Процветет, надеюсь, и после цветения у нее продолжится очень красивый ее активный период роста и наращивание верхней части зеленой массы. И давайте немножечко отвлекусь. У меня постоянно спрашивают про симу. Я время от времени из видео в видео не часто, редко, но показываю ее. Сейчас я вам покажу пальчиком. Не знаю, как у меня получится. Вот она спит. Посмотрите, вот тут около кровати на коврике спит. Мой красавец. Всегда тыркнется куда-нибудь своими невидящими глазками и все. Найдет такую, знаете, опору для головы и сидит. Все более-менее нормально. Привыкла она к своему вот этому слепенькому состоянию, но как есть уже. Ну вот, собственно, вам очень интересная история, очень показательная история развития растений. Сегодня я вам рассказала, что все-таки я не думаю, что существует какое-то такое понятие в отношении орхидей фаленопсисов, как жируют орхидеи. У меня очень много больших, крупных орхидей, которые по времени всегда цветут, но есть особые орхидеи, которые одна или две вот никак не хотят в высокий период цветения цвести. То есть, вот очередной этап цветения, все, мы все цветем. нет, у меня некоторые орхидеи пропускают высокий период цветения. Такое тоже бывает. Но здесь я не могу сказать, что это какое-то жирование. Нет, это все-таки какая-то особенность, что-то там, вот, может быть, орхидея как-то перераспределила свои силы на подращивание корней, зеленой массы листиков, вот, и не зацвела высокий период цветения. Такое тоже бывает. Повторюсь, потому что все подкормки орхидеи, которые находятся у меня в коллекции, получают одинаковые. Поливаем с повышенным содержанием азота, значит, поливаем все орхидеи с повышенным содержанием азота вне цветения, в период вегетации. Если мы понимаем, что у нас приближается высокий период цветения, конечно же, мы берем удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, и либо с отсутствием азота, либо с заниженным содержанием азота в составе удобрений. И поливаем наши с вами орхидеюшки. Об органике помним, минералами не сильно увлекаемся, но все как я люблю, и показываю на своем канале. Вот такая история. Корнищи, оооо. Ой, всем бы такие корни. Ей очень понравилась посадка подобного плана. Смотрите, даже у нее какие толстые корни внутри. Вот здесь вот они в два раза тоньше, а в грунте у нее очень-очень толстые корни. Орхидея поливается не часто. Во время полива проливом я наливаю водички вот так, оставляю воду, очень хорошо затягивает воду мох, который растет в посадке у этой орхидеи. Вот видите, в этом уровне. Сейчас я вам получше ее покручу. Мох затягивает, кора, посмотрите, какой крупной фракции лежит. Во время посадки я делала для этой орхидеи множественные воздушные карманы, чтобы не потерять корневую систему в закрытой системе, чтобы корни очень хорошо себя чувствовали в глубине посадки и имели много-много воздуха. Ну и раз уж у нас сегодня пошла речь о закрытой системе, в которой была посажена орхидеюшка, искрящий моментный спарклинг кис, я вам покажу промежуточный результат укоренения орхидеи, который мы вместе с вами посадили вот в такую очень красивую интерьерную посадку. Посадка в стеклянную колбу, объем, наверное, литра два у нее. Видео, кстати, очень многим понравилось, когда вот такое очень красивое расположение послойного соединения мха в посадке вместе с крупной и средней фракцией коры, где у орхидеи создано большое воздушное пространство за счет добавления кокосового волокна, где корешочки находятся в завоздушенном контуре, орхидеи все устраивает. Посмотрите, какая красивая картина укоренения и начала активного роста, вот раскукливания корешочка, который был запущен в посадку. Он был вот до этого уровня развит, и все. Растущего кончика во время пересадки не было. Вот, пожалуйста, по прошествии трех недель корневая система находится в полном сохраненном состоянии. Корни не пропали. И вот он еще один раскуклился, корешок. Посмотрите, как себя восхитительно чувствует. Орхидея посажена в очень красивую интерьерную посадку. Закрытая система. Название этой орхидеи а-ля Трэвиса. Может быть, это и Трэвиса. Но я вам сказала, что все-таки, я считаю, что это не она. Орхидея Трэвиса имеет очень красивый пыльно-персиково-розовый цветок, множественно покрытый крапинками, такими веснушечками рыженькими. И губка у нее рыженькая. А у моей нет. У моей пыльно-розово-персиковый оттенок, но веснушек нет. Ни на губке, ни на лепестках. И губка у нее беленькая, красивая, божественная орхидея. Посмотрим, зацветет. А вот еще раскукливание у нас корня. Видите, вот в пазухе корешок. Я еще думаю, неужели цветонос? Нет, конечно, цветонос у нее вышел вот в верхней пазухе. И она тоже, кстати, странно очень цветет. Странная такая у нее динамика цветения. Сейчас я вам покажу. Она тоже у меня делала интервал между своими цветениями. Вот у нее цвел цветоносик. Я его укоротила. И все. И потом цветоноса на ней не было. И она не цвела где-то года два с половиной. И потом вот в том высоком периоде цветения, осени 22 года, она мне дала верхний цветонос. И процвела. Надеюсь, что сейчас у нее после укоренения в новую закрытую систему посадки, где корни хорошо откликнулись на подобного плана размещения, эта орхидея начнет замечательно расти и развивается. Кстати, очень хорошо тоже подрос центральный лист у нее после пересадки. Вот такие у меня сегодня были две показательные монстрицы. Надеюсь, вам было сегодня интересно наблюдать и слышать мои пояснения, мои вот такие вот рассказы, экскурс в историю нахождения этих орхидей у меня в коллекции. Вот такие у меня виды барышни, посаженные практически в аналогичную посадку. Интерьерные горшки, закрытые системы, без дренажных отверстий. Мне сейчас остается самое трудное. Разместить назад вот эту орхидею на ее стеллаж. Я представляю, что сейчас будет. Ну а нам остается пожелать вам всего доброго здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока! До новых встреч! Конечно, мои орхидеи создают у меня очень высокое настроение. Приятно смотреть на большие кусты, размашистые корни и цветоносящие орхидеюшки. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok